Ротация киборгов в Донецком аэропорту третья за время перемирия. Как это было в материале Русана Смещука? Не мы к ним едем. Мы заезжаем и защищаем свою страну. Мы к себе едем. Вот так в тесном кузове грузовика начинается очередная ротация защитников Донецкого аэропорта. 93-я бригада. С юмором и моральным духом у бойцов всё в порядке. Сами же, наверное, есть бредушки. Говорят про нас, пишут веперы. То есть, это бригада, за яку с юмором даже боятся за команды. Семья, не волнуйся. Мы вас защищаем. Колона отъезжает несколько километров от украинской Авдеевки и останавливается на нейтральной территории. Тут её уже поджидают вооружённые боевики, называющие себя военной полицией ДНР. Под присмотром наблюдателей, журналистов, начинается досмотр колоны. С вещами, с вещами, каждый уже всё выберёт. Кроме провианта, воды и топлива, защитникам аэропорта разрешается провозить стрелковое оружие с одним магазином и лимитированное количество патронов в ящиках. Всё остальное забирают. В прошлый раз я вам докладывал, были случаи мародёрства, если вы хотите. Я вам докажу. Тащили блоки сигарет, тащили продукты. Я одного поймал, я одного притащил. Он сказал, что ему разрешили. Командует всем человек, представляющийся как офицер некой военной полиции ДНР Андрей Шпигель. С явно не местным выговором вооружён редкой разновидностью АК. Утверждает, мол, он коренной житель Донецка. Через пару минут Андрей Шпигель отдаёт приказ, режущий слух. Прижаться к поребрику. Большинство украинских бойцов говорят, обыск боевиками – это позор. Но приказ есть приказ. На данный момент есть договоры, если заходить вот так. На завтра будут договоры, если заходить по-другому, будем заходить по-другому. Пойдёт приказ, что прекращаем режим тишины, который с 9 декабря, и продолжаем выполнять постоянно задачи, выполнять дальше. Будем выполнять так. Мы выполняем приказы, которые нам дают. После досмотра защитники аэропорта грузятся в автомобили, и в сопровождении ДНР-овцев и российских журналистов через окраины Донецка едут в аэропорт. Перед въездом в аэропорт боевики останавливаются. Мы едем к диспетчерской башне. Это самый опасный промежуток. Периодически машины обстреливают. Перемирие не существует. Перемирие существует только во время, когда АБСЕ находится где-то рядом в этих окрестностях. Ну или же средства массовой информации. Стрельба РПГ. Работают крупнокалиберные пулемёты. Ну и стрелкотня периодически. Снайпера, щелкунчики мы их называем. Перемещаться в районе башни можно только перебежками. Бежи примерно по следам, потому что тут мины не разорваны. Ага, понял. Диспетчерская башня разбита артиллерией боевиков. Но как и новый терминал продолжает держаться. На днях по ней стреляли из танка. За вчера я упунули. Четыре попадания прямых было в танка в башню. И миномёты легли во дворе. Там есть небольшое разрушение. Грузовик забирает бойцов 81-й бригады. Начинается обратный путь. Через аэропорт. Опять в кортеже боевиков и российских журналистов в Авдеевку. Настроение у бойцов приподнятое. Помыться надо. Почиститься. А потом можно и обратно. А потом можно опять. Слава Украине! Слава Украине! Я всех вас поздравляю. С Двездным Кристалем. Бажаю всего самого найкращего. И чтоб мир был самое главное. А мы стараемся восстать эту честь нашей державы. Рождество они будут встречать без выстрелов. Руслан Смешук. Подробности телеканал Интер. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова